Ну что ж, друзья, наидобрейшего всем во времени суток, как всегда, с вами Догбраун и сегодня у нас пополнение рубрики Имхо. Для тех, кто не знает, сразу скажу, данное видео не является обзором игры. Обзор на God Slayer Online есть на канале в плейлисте обзоры, если вам интересно, обязательно его посмотрите. Здесь же я сейчас хочу высказать свое мнение об игре, что мне понравилось, а что мне не понравилось. Итак, давайте начинать. Собственно, да, сейчас God Slayer находится на закрытом бета-тестировании. Спасибо моему подписчику, который помог мне попасть на это ЗБТ. И вот что я хочу вам рассказать. Изначально God Slayer пилился как китайский ответ корейскому Blade & Soul. И знаете что? Игра совершенно другая. Это не то, чтобы не убийца Blade & Soul. Это вообще не убийца ничего. Абсолютно. Это просто другая MMORPG. С Blade & Soul вообще нет ничего схожего. Это абсолютно другая игра, про другое, с другими механиками. И чем она должна была дать ответ Blade & Soul, я, если честно, не понимаю. Ну да фиг с ним. Стилистически игра вообще больше похожа на Revelation. Но опять-таки это не Revelation 2. Это просто другая игра. В плане того, что мне, например, понравилось, так это, знаете, я вообще падкий на такие яркие красочные картинки. И вот как раз пейзаж в игре именно такой. Порой просто вот хоть выжимаете всякие краски вот прям из экрана монитора. Потому что очень красиво. Да, здорово. Но давайте быть все-таки реалистами. На дворе 2017 год. И игра выглядит просто нормально. Она не выглядит хорошо, здорово, круто, красиво. Она выглядит нормально. Когда я первый раз увидел, мне даже реально очень понравилось. Но потом вот это вот чувство эйфории, оно прошло. И я сейчас смотрю и понимаю, что просто игра выглядит реально. Вот нормально. Ничего особенного. Вот 2017 год на дворе. И да, может быть я в какой-то степени прям зажрался уже. Но я стараюсь быть реалистом. И в 2К17 можно было сделать и лучше. Более того, есть реальные проблемы. Я надеюсь, что это из-за того, что ЗБТ. Но по какой-то причине игра еще и страшно глючит. Периодически то резко наступает на несколько секунд ночь. То резко обратно возвращается день. И вот эта вот внезапная смена времени суток у тебя на экране. Ты такой сидишь и думаешь, что вообще происходит. Как-то странно это выглядит. Если в плане графики еще можно было бы закрыть глаза и сказать, что ладно, красивая, сочная картинка сойдет. То в плане персонажей игра даже не нормальна. Она даже не хороша. В плане персонажей все плохо. Анимация персонажей выглядит так себе. Она очень посредственная. Более того, волосы по какой-то причине постоянно проваливаются внутрь персонажа. Причем его шею, плечи. И даже порой проступают через шею впереди персонажа. Это вообще стрёмно выглядит. Как будто бы там борода как-то растет у женского персонажа. Стрём просто нереальный. Первый раз вижу новую игру, в которой вот такая вот физика волос. Которые как хотят, так себя и ведут. Это странно. Опять-таки 2К17 год. Более того, отдельно хочется отметить все-таки редактор персонажей, который скудный настолько, насколько это только может быть. Пара наборов болванчиков, головы, причесок и по сути все. Очень мало. И всего мало реально. То есть, создать какого-то красивого персонажа. Те, кто любит залипать на персонажах. Ребята, у вас тут, ну, очень-очень мало возможностей создать что-то уникальное. Короче говоря, вот так. В плане же самой игры. Знаете, мы сейчас все привыкли к достаточно большим открытым пространствам. Там, например, в Мунлайт Блейте, в Блэк Дезерте. Что у тебя огромное поле, куда хочу, туда иду. В плане с Годслейером стоит сказать, что таких огромных открытых локаций-то и нет. Вот в чем беда. И какой бы большой мир игры не был бы, и как бы там не было бы красиво и интересно, мы все время двидорами. Иногда эти коридоры пошире, иногда поуже. Но чаще всего это все равно локации, состоящие из коридоров. Блин, ребята. Это... Это капец. Сейчас чаще всего мы имеем полностью открытый мир, в котором можно перемещаться уже на летающих маунтах, там, на крыльях, еще на чем-то. А здесь мы бегаем по коридорам. Это откровенно вон плохо. Просто ужасно. Это не уровень игры 2017 года. Совершенно. Так быть не должно. Но почему так сделали, для меня остается загадкой. В остальном, в плане, к примеру, той же боевки, если закрыть глаза на местами корявую анимацию персонажей, выглядит неплохо. Есть какой-то сюжет, который тебе навязывают порой смотреть. И, возможно, он даже интересный. Но в плане китайского языка, естественно, я ничего не могу сказать, так как просто китайский я не знаю. В плане данжа игра классная. То есть в игре действительно есть хорошие, интересные данжи, которые действительно интересно проходить. Вот в чем дело. И вся вот эта боевка, групповые заходы в данжи, это все классно. Но в данжах вы сидеть тоже постоянно не будете. Открытый мир также вам потребуется. И беготня по коридорам дико раздражает. Как-то странное такое вот складывается мнение и впечатление об игре. То есть, с одной стороны, я не могу сказать, что игра ужасно плохая. Но, с другой стороны, хвалить ее особо тоже не за что. Она не является убийцей Blade & Soul или Revelation. Это самостоятельный продукт. Совершенно про другое. Я уверен, что этот продукт зайдет кому-то. В нее будут играть. Там будет свое игровое комьюнити. Обязательно будет. Потому что нельзя назвать игру плохой. Но, в то же время, сказать, что вот она чем-то очень классной. И, ребята, давайте все пойдем туда. Ну, просто не получается. Потому что, ну, там особо-то и делать как бы нечего. Боевочка прикольная. Но, до динамики Blade & Soul ей далеко. В принципе, открытый мир красивенький. Но коридоры. Есть система крафта. Там прокачки. Заточки. Но это есть везде, в принципе. Сейчас где, в какой му-мохе этого нету. И вот все это, когда складываешь вместе, то ты просто получаешь, знаешь, ну, вот еще одна MMORPG в коллекцию. Вот и все. Короче говоря, вот какое-то такое впечатление. То есть, если вы посмотрели, к примеру, мой стрим по God Slayer или же обзоры, вам захотелось попробовать, то, наверное, стоит это сделать. Но если вы уже, глядя обзор или стрим, понимаете, что игра вам не входит, то даже нет смысла заморачиваться и что-то там о ней думать, пытаться туда пойти поиграть. Не стоит, ребят. Если вам тапк не понравилась, то вам не понравится, когда вы в нее зайдете играть. Так что, короче говоря, со своей стороны не рекомендую. Просто-напросто не рекомендую. Убить время можно и гораздо более приятно в других проектах. Так что советую обращать внимание на что-то другое. Ладно, на этом мое мнение о God Slayer заканчивается. Может, что-то я и сказал неправильно, может, что-то упустил, но это лично мое впечатление от проведенного в игре времени. То есть, вот только так. Я туда возвращаться не собираюсь. Ну, разве что они, может быть, к открытому бета-тесту там глобальные изменения проведут, и мне захочется посмотреть игру. Но это не точно. На этом у меня все. Ребят, спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал. И заглядывайте в плейлист обзора. Там очень много крутых, реально крутых MMORPG игр, с которыми я хотел бы вас познакомить. Так что обязательно загляните туда и посмотрите. На этом все. Хорошего настроения. И до новых роликов. Пока-пока.